МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архивного видео гостелерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях Сергей Ивандаев и его мама Светлана Иннокентьевна. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и рассказать, вспомнить вашего отца и мужа Василия Ивановича Ивандаева, известного театрального режиссера Хакасии и основателя театра Читиген. Мы знаем, что история театра началась в 1988 году. Расскажите, как вообще зародилась идея создания театра? Вообще он давно, с первых лет своей работы, мечтал о своем театре. Даже думал о создании детско-юношеского театра. Несмотря на то, что предстояли такие сложные годы, все равно он задумал вот этот вот театр Читиген. Конечно, своими первыми планами делился он со мной. Я еще была против. Да? Ну, потому что сложно мне казалось о здоровье. Он уже после инфаркта был. Хотел он создать театр, в котором бы говорили на хакасском языке, и с постановки все были на хакасском, в самых отдаленных местах Хакасии. Вот они так и ездили, даже транспорта не было сами своим ходом. Где пешком, где вот так вот помогали люди, подвозили. Вы сказали о том, что главной целью все-таки было приближение культуры, искусства к народу. И у нас в архиве сохранилось уникальное видео 1989 года. Это театр Читиген на выезде в каком-то совхозе. К сожалению, названия нет. Давайте... Пятая ферма. Пятая ферма. Вот Сергей знает. Давайте посмотрим. Меня отец даже попросил в этом спектакле поиграть. Ну, вот помню, как съемочная группа приехала наша. Это Андрей Томачаков. Оператора не помню. А как реагировали вот зрители? Зрители? Ну, конечно, это вообще отдаленный район. Как сказать, театра там сроду не было никогда. Не заезжал. Был же близко. Становление театра пришлось на просто тяжелейшее время, начало 90-х годов. И все-таки вот не отступились, да, от идеи, от мысли. Да, он пошел до конца, так сказать, до своего конца. К сожалению, ваш супруг и твой отец ушел очень рано от нас. Это произошло в 91-м году. Понятно, что для всех это стало большой трагедией. Для культуры Хакассии прежде всего. В 92-м году у нас сохранилась видеозапись. Его коллеги собирались у вас в гостях. На этом видео есть и ты. Сергей, вот ты помнишь, как проходили эти съемки? Да, это был где-то 92-й год. Ну, подросток лет мне 15-10 кадра. Я помню, что приехала съемочная группа гостей радиокомпании. Но сегодня, оглядываясь назад, мы все-таки понимаем, какое колоссальное наследие было оставлено. И сегодня Читиген уже не просто молодежное объединение, как вы говорите, кооперативный театр. Это театр, известный не только в Хакассии, в России. Он выезжает за рубеж. Он титулованный театр, имеет множество наград. Вот скажите, сегодня чем вы, может быть, особенно гордился Василий Иванович, будучи с нами? Знаете, народ Хакасский любит этот театр, как при нем его любили. При создании сейчас вот с удовольствием люди ходят на спектакли Читигена. Ну, наверное, в этом постирении. Его имя нам до сих пор помогает. Вот стоит сказать, что мы, семья Василия Ивановича, совсем другое отношение. Спасибо огромное вам еще раз, что нашли время прийти к нам и рассказать, вспомнить о вашем отце и муже. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно позвоните к нам в редакцию. Телефон прежний 22-72-82. Мы постараемся найти это видео. И если найдем, вы станете следующим гостем нашей телепрограммы. Увидимся!